Всем привет, народ! С вами Аня Рейли, и давайте соблюдать Сильварию, нового персонажа из нового лимитированного коллабного баннера. Давайте я вам про него немножко расскажу. Талант. У нас обычно бывает с каждым моим гайдом таланты все длиннее и длиннее и перестают помещаться на экран. Но это не наш случай. Тут все очень кратенько. Шанс крита и крит урон увеличен от 15% на 3 звездах до 30% на 6 звездах. Каждый враг со 100% хп, который заканчивает ход в радиусе от 2 до 5 клеток от нее, получает один раз фиксой в размере от 0,5 ее атаки до 1,5 ее атаки. Ну это такое типа, не подходи ко мне, у меня шипы. В таланте на самом деле буквально ничего интересного, никаких подводных камней, потому что фишка нашего героя вообще не в таланте. Фишка нашего героя, как-то часто бывает в его трехочковом скилле. Прежде чем мы перейдем к этому, я хотела бы заметить, что этот персонаж по своим фракциям очень плох для пвп, но идеален для новичков. Почему? В пвп в принципе не играют такие фракции, как коллабы, потому что ни Джошуа, ни Юски уже давным-давно никто их не видел, а Анжелика не стоит того, чтобы класть ее в коробку, даже если очень хочется. Вообще не играется нигде такая фракция, как стратегия, опять же, потому что у них фракционный баф очень плохой, и у них нет танка с фракционным бафом, альтамуллер не в счет, потому что магию не танкует. Единственная хорошая ее, прям реально хорошая фракция, это Империя. Тут у нас выбор фракционных бафов шикарный, от Бернхарта до Розенцель и даже до Ланса. И в принципе эта фракция очень сильная и сейчас активно играется в пвп. Почему они хороши для новичков? А все очень просто. Не так много есть фракций, не так много есть персонажей, которых могут бафить SR-персонажи, доступные для всех. У нас есть бесплатная сюжетная Анжелика, которая бафает всех коллабов, и у нас есть бесплатный Ланс, который дается в первом же десяточном потяге в игре, который бафует Империю. То есть если вы даже новичок, не знаете, зачем вы вытащили вообще Сильварию и что с ней теперь делать, по крайней мере у вас будет для нее фракционный баф, а это уже достаточно много. Вот, а теперь наша любимая простыня текста. Она находится в ее трехочковом скилле. Трехочковый скилл состоит из двух частей. Первая часть – это подготовка к выстрелу, вторая часть – сам выстрел. Они меняются по очереди. Первая часть. После использования хилит себя на 30% хп и получает эффект «не может двигаться», «не может двигаться снова», «ее нельзя телепортировать», «шанс крита плюс 20%, радиус юнита плюс 7». Наносимый урон в бою снижается чем сильнее, чем ближе к вам цель, вплоть до 35%. Действует один ход. То есть она встает в позу ультра-турели с радиусом плюс 7, то бишь до 9. Радиус у нее базовый 2, плюс 7 будет 9. Шикарно. После этого скилл меняется на, собственно, скилл выстрела. Но в конце следующего хода этот скилл поменяется обратно на фазу турели, в любом случае выстрелили ли вы или нет. Все эти эффекты «не диспалятся», «не иммунятся». То есть никаким образом нельзя попревентить то, что ее нельзя над мир телепортировать. Еще очень важно заметить, что здесь нет эффекта «не может получать эктоген», то есть дополнительный ход. Она двигаться не может, она телепортироваться не может, она примерзает к земле. Но давать ей дополнительный ход – о, как можно. Прекрасно это все работает. Итак, активная часть скилла, а, собственно, сам выстрел. Игнорирует гвард всегда, атакует одного врага, наносит 1,4х урона. Если враг находится хотя бы в 9 клетках от нее, то есть на максимальном ее рейнже по базе, 2, плюс 7 – 9, тогда наносимый героем урон плюс 20%, солдаты в этом не участвуют, и оба юнита наносят урон прямо по герою напрямую. Какие здесь подводные камни? Я об этом говорила, когда обсуждала баннер в прошлый четверг, но давайте повторюсь. Не так уж и просто сделать так, чтобы ваш оппонент стоял от вас ровно в 9 клетках. Конкретно в PvP. Ваш оппонент не идиот, мы предполагаем. Если он видит, что вы взяли Сильварию, он либо отойдет от вас, чтобы у вас был радиус 10, либо подойдет к вам, чтобы у вас был радиус 8. Вы все еще будете игнорировать гвард и наносить 1,4х урона, но у вас не будет плюс 20% наносимого урона, что максимально важно. И не будет ее, собственно, главной самой обилки, что вы напрямую бьете героя, игнорируя войска. Есть такой нехилый шанс, что при средневысоких, скажем так, шмотках на Сильварии, она не будет убивать врагов, в случае, если она бьет не с 9 клеток. Именно поэтому, что самое важное еще, если вы даете своему оппоненту в Апексе Сильварию, не давайте ему дополнительных ходов, потому что буквально он сразу поставит Сильварию в нужную стойку и сразу же даст ей эктоген и, наверное, найдет кого-то на радиусе 9. Это практически единственный способ адекватно ее использовать. Я бы даже не сказала, что это плохой способ, потому что, в принципе, брать эктогенеров в ПВП для того, чтобы несколько раз ударить одним и тем же персонажем, нормальная практика. Это не только Сильвария таким будет пользоваться, просто Сильвария от этого максимально зависит. Без эктогенеров она как-то совсем слабоватенькая. Возможно, ей надо быть первым игроком, но, опять же, все равно без эктогенеров просто ваш враг подойдет поближе или отойдет подальше. И вы потеряете нужное количество рейнджа. Ах, да. Очень большой недостаток против Сильварии надо уметь считать клеточки. Вот это прям капец как важно. Если вы не способны посчитать 9 клеток от нее, тогда беда полная вам хана, баньте ее сразу. Шутка. Переходя к другим ее скиллам, которые не так важны, не определяют героя как такового, потому что герой как такового определяет только трехочковый скил. Остальные скиллы. Первый очень прикольный, очень важный. Это ее сама себе масса атака. Но не только. У нее есть аж 3 на выбор опции. Либо она дает массу атаку без эффекта запрета Сайленса, к сожалению. То есть просто атака интеллект 20% на 2 хода. Всем союзникам в радиусе. Радиус довольно большой. Либо она дает всем масс защиту, тоже без дополнительных эффектов, просто дефенс и медеф. Либо она дает всем шанс крита плюс 20%. После того, как этот скилл используется, кулдаун его превращается в 2 хода. Так обычно кулдаун его нет. Обожаем таких героев. Почему нет? Собственно, герой, который может бафнуть всем атаку интеллект на 20%. Прекрасное дополнение к любой команде. Ей вот даже фракционный баф получается, что не особо нужен. Она может сама себя бафнуть. Небольшая проблема в том, что ей и так надо сетапиться 2 хода. Если она еще сама себя бафать, будет дополнительный ход. Это вообще капец. Но не будем о грустном. Одноочковый ее личный скилл. Тоже неплохой, но не очень помогает с тем, что она делает. Он скорее относится к ее таланту. Когда она на дефенсив точке, шанс крита плюс 15% это да, очень помогает. Ей нужен весь крит, который она только может получить. Наносимый урон фиксой плюс 30%. Это как раз относится к тому, что она своим талантом там фиксой бьет. И получаемый хил плюс 30% полезно-приятно. Я бы не сказала, что это то, что я хочу от ДПС, если честно. Я хочу наносимый урон все-таки от ДПС. И если мы не берем баф на всех, допустим, у нас есть кому бафать, тогда второй ее атакующий скилл это обезоружить. Заметьте, он не игнорирует гвард. То есть, если кто-то сидит под танком, вы его не обезоружите. Атакует одного врага, наносит полтора икс урона. После того, как вы наносите урон, накладывает дебаф. То есть, это можно игнорировать всякими эффектами дебафов, типа Госпала или Розенцель. Радиус юнита всего минус один. На один ход это не диспелится. Но это дебаф, поэтому его можно заиммунить. Вот такой вот у нее набор талантов скиллов. В принципе, что она делает? Понятно, из описания трехочкового скилла. И вот в отличие от каких-нибудь лукреций, которые умеют и кулдауны откатывать, и ауешить, и сингл-таргет, и танков убивать, и что хотите делать, и телепортировать сами себя. Сильвария умеет делать ровно одну вещь. Делает строго ее. Достаточно хорошо. Но ей очень легко сломать планы в том числе. По поводу билда. Кстати, обратите внимание на зачары сразу. Невозможно не порадоваться тому, что в кои-то веке нам достался персонаж, которому не нужен бриз, потому что ей не нужно никуда вбегать. Ей, наоборот, нужно находиться как можно дальше от ее врагов. Можно вот эти вот 500 завалявшихся у вас в чулане свитков бурного моря наконец-то куда-то употребить. Представляете, какое счастье. Или метеор. Если у вас еще остался метеор, после того, как вы, не знаю, там, чарили Каюру, например. Или Кристиану. Только вот с никому. Почему я даже не рассматриваю вторую ее ветку мечника? Две главные причины. На 30 больше атаки. И вдвое больше крита. Если у вас персонаж, чей талант основан на крите и критуроне, ни в коем случае нельзя брать тот класс, в котором крита меньше. Но это совсем глупо. Плюс к тому, она может использовать луки. О луках мы поговорим по отдельности. Смотрите. Во-первых, на данный момент, на момент записи этого видео, вот этого лука нет в игре. Но я считаю, что он куда как более актуален и сделан специально для нее и делает ее более играбельной, чем она есть сейчас. Этот лук выйдет чуть позже. На данный момент у нас есть ножик стингер, рапира. Шанс крита критический урон плюс 10%. Если скилл ваш выше, чем скилл врага, что, скорее всего, правда, тогда вы игнорируете дефенс врага. Таким образом можно прорезать даже вражеских танков, если вы можете наносить достаточное количество урона. Полезная штука. Самое лучшее, best in slot, вот все, что сейчас можно предложить Сильварии. Но в плюс-минус ближайшем будущем у нас будет очередной шмотобаннер, после которого этот лук добавится в пул. Короче, что делает лук? Если вы подвигались в три или меньше клеток, это же просто прямо про нее, то скиллы, которые наносят физический урон при вступлении в бой, получают радиус юнита плюс 1. То есть она может бить своих врагов скиллом не строго на радиусе 9, а еще и на радиусе 10. Благо ее талант, ее трехочковый скилл, говорит ей, что должен быть 9 или больше. Ей дает чуть-чуть больше вариативности, ее будет, опять же, чуть-чуть сложнее избежать. Ну и как бы шанс крита, хп, все прекрасно. Классный лук, который, вот у меня реальное подозрение, что именно для Сильварии он и сделал. Все остальные слоты, тут ничего интересного я вам не расскажу. Ластрайты, все, кто их могут носить, их носят. Корона почему? Опять же, очень просто. Если вы все правильно делаете, и у вас все идет по плану, то Сильвария у вас стоит в куче ваших юнитов очень далеко от врагов. И выдает всем короной наносимый урон плюс 20%. Великолепно. Есть много всяких там, не знаю, шерей, которые бегут врываться, в стан врага. Сильвария никуда не бежит. Она остается рядом с вами. Домашняя девочка. Прекрасная, самая лучшая шапка для этого. Аксессуар. С использованием этого аксессуара надо быть плюс-минус осторожной. Но я вам предположу так, что, опять же, у нас наилучшее использование Сильварии. То, как мы должны ее использовать. То, как она должна работать. Это мы бьем врага, с радиуса в 9. Перед битвой нанести фиксированный урон и разбить ему 100% хп это то, чего мы хотим. При атаке с радиуса 9 или 10 с луком войска не участвуют в бою. Поэтому нам совершенно наплевать на то, что, например, войска-лучники очень плохо относятся к тому, что у врагов меньше 100% хп, они слабее становятся. Они не участвуют, поэтому нам все равно. А вот разбить врагу 100% хп нам нужно, если вот именно мы атакуем с радиуса 9 или 10. Если мы атакуем с меньшего радиуса, звезда может нам принести проблемы, но этого никак не избежать. Это все равно лучшее, что для нее может быть. Здесь же опять можно поговорить про войска. Пункт 1. Войска не важны, потому что она не должна ими атаковать в идеале. Пункт 2. В идеале никогда не получится. Поэтому я здесь выделила ровно один вид войск по главной причине. Потому что перед тем, как вступить в бой, они повышают шанс врага на то, что его кританут. То есть этот баф, этот дебаф вешается, вот прям эффект на врага, повышается шанс для всего юнита, в том числе и для самой Сильварии. Поэтому фейслесы вам помогут, даже не участвуя в бою, даже когда она дерется без войск. Плюс к тому, у ассасинов куча перков на 100% хп, но это не так страшно. Фейслес все-таки работают, даже если у оппонента не 100% хп. Они становятся прям сильно слабее. Второй вариант войск, который я даже не стала сюда выносить у нее, то это дарк-эльфы. Тут все совсем плохо. Они прямо на 100% завязаны на то, чтобы у врага было фловое хп, когда вы начинаете его бить. То есть они напрямую противодействуют звезде. А звезду мы все-таки хотим носить. Поэтому если мы хотим носить звезду, мы никогда не будем брать именно лучников. Или наш урон будет прям совсем очень сильно плохой. Ну и опять же, как я сказала, что если мы атакуем с дистанции 9, то нам плевать, какие у нас войска, мы их не используем, все равно. Так что, если у вас есть сильвария, качайте вы фейслесов. И давайте ей всегда их, чтобы они давали вам шанс больше крита по врагу. Больше шанса крита по гурьрита. Мастерки. Тут все достаточно просто. Мы билдим ее как самого настоящего базового ассасина, который бьет мимо врага, критует. Все ее таланты на крите, все ее войска на крите, шмотки тоже на крите. Поэтому в арену слоты мы берем скилл, крит, крит урон. В оружие аксессуар мы тоже берем скилл. Можно даже в броню и в голову закидать скилл, потому что предполагается, опять же, что она не будет участвовать в бою и враги до нее не дойдут. Я поставила дефенс почему? Потому что я все-таки не верю в реалистичность того, что до нее никто не дойдет. Она должна один ход сетапиться, второй ход стрелять. Потом опять один ход сетапиться, потом опять один ход стрелять. И это если ей не надо атаку бафать, потому что тогда это вообще полный ужас. Поэтому кто-нибудь до нее все-таки постарается дойти. И в этот момент ей пригодится дефенс. Но я как-то так рассуждаю. В принципе, скилл во все слоты я не осуждаю, я даже поддерживаю. Бонды. Вторая причина, по которой этот персонаж, как и любой, собственно, коллабный персонаж, подойдет новичкам. Коллабом никто и никогда не блокирует бонды. Это прекрасно. Вам не нужно вытаскивать каких-то забубенных персонажей, которые один раз в год приходят, а потом на год исчезают. Вы просто берете, открываете все классы, и у вас полностью открытый персонаж без пенальти 10% на атаку, например. Обожаю. Это волшебно. Что же она умеет? В классе мечника, который мы игнорируем, потому что в нем низкая атака и низкий скилл, и мы никогда не будем его использовать. Когда она атакует, вступает в бой, получаемый юнитом урон минус 10%. Наплевать. Предполагается, что когда она атакует, вступает в бой, ей никто не отвечает. Когда она лучница, когда она вступает в бой, а хп юнита меньше 70%, получаемый урон минус 10%. Тоже как-то наплевать немножко. Но здесь хотя бы просто, когда она вступает в бой, то есть кто-то пришел, все-таки до нее добежал, и пытается ее убить. Это хоть немножко полезнее. На седьмом уровне. Если она бесполезный мечник, когда ее атакуют, наносимый ей урон плюс 10%. Опять же, мы хотим, чтобы этот сценарий никогда не происходил. Бесполезная фигня. Когда она лучница, когда хп юнита 100%, шанс крита плюс 10%. Строго божественный талант, потому что мы хотим со старта карты убивать в другом конце карты людей, которые до нас еще не добежали, хп ей не спилили, у нее хп 100%, и все шансы крита это все, что ей нужно. Просто лучшее, что можно было придумать для этого героя. 5% всех статов, понятно. Итак, давайте переходить к итогам. Как вы уже могли догадаться, а если вдруг нет, то я вам сейчас расскажу. Я не буду говорить вам, что этот персонаж must have, что вам нужно его тянуть обязательно, и что он ОП. Вот даже не близко. Сильвари умеет ровно одну вещь. Умеет ее, я бы не сказала, даже хорошо. Нормально умеет. Нормально, потому что очень легко сделать так, чтобы она не наносила свой максимальный урон, а когда она этого не делает, она, скорее всего, не убьет свою цель. Самое страшное вообще для Ассасина, это если вам немножко не хватило урона, и вы не добили. Вот это прям 100% самая главная проблема Сильварии. Когда вы играете с ней, следите обязательно за клеточками, 9 клеток, у вас будет максимальный шанс крита, вы не можете двигаться и телепортироваться, об этом важно помнить. Вам нужны эктогейны. Если вы играете против Сильварии, не давайте никогда ей эктогейны, потому что в этом случае, если у нее нет ни одного персонажа, который даст ей дубход, она будет возможно, и то не факт, убивать одного героя раз в два хода. И то, опять же, у вас будет возможность просто подойти, сократить с ней дистанцию, и ее урон, чем ближе вы к ней, тем у нее хуже урон. Она немножко вылечивается будущим луком, который у нас через какое-то время появится на наших серверах. Но, опять же, это не дает ей больше урона, это просто дает ей немножко больше опций. То есть, не строго радиус ровно 9, а радиус 9 или 10. Немножко помогает, но у пешной ее не делает. И я уже отмечала, что такие персонажи из коллабов, в принципе, ничем не плохие для новичков, потому что им не нужно открывать бонды. У нее, конкретно у Сильварии, очень легкие фракции, легко получить фракционный баф. Она послужит вам верой правды, как нормальный такой ДПС-лучник. Ничего прям супер восхитительного на Хугина и Мунина, например, в эндгейме я бы ее брать не стала. Но ДПС, она есть ДПС. Я всегда говорю, что ПВЕ можно пройти по абсолютно любым персонажам, если вы хотите в нее вложиться. На этом я оставляю за вами решение, тянуть ее или нет. Я, кстати говоря, ее тяну и до сих пор не вытянула. Уже два пити. Пока что Сильварии у меня нет. Поэтому пожелаю себе удачи в кои-то веки. Вам всем удачи пожелаю. С вами была Нерель. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok